Как вырастить вундеркинда? После трех лет уже поздно. Это мнение японских педагогов о развитии ребенка поддерживают и некоторые курские родители. Маленькие дети Оксаны Сараян уже умеют читать и даже знают иностранные языки. Возможно ли это узнала наша съемочная группа? После рождения первенца Оксана Сараян обнаружила книгу одного американского врача. Он обучал детей, которые отставали в развитии с помощью специальных карточек. Через некоторое время его подопечные сделали мощный рывок вперед и даже обошли сверстников. Оксана решила опробовать эту методику на своих детях. Появились первые результаты буквально через полмесяца. И тут я была буквально в эйфории. Ребенок стал называть слова. Не называть, показывать. Он еще не умел разговаривать. Мы начали заниматься в год и два месяца. Он еще не умел разговаривать, но он уже показывал слова, которые я его спрашиваю. По мнению специалистов, детский мозг как губка впитывает информацию в больших объемах и сам обрабатывает факты. Регулярные занятия с карточками проходят молниеносно. В свои четыре года сын Альберт задание мамы щелкает, как орешки. Окно. Глаза. Водопад. Водопад. Би-би-би. Вода. А это Милена. Ее обучение началось сразу после рождения. Именно так советуют авторы инновационной методики. И вот результат. В свой год с небольшим девочка понимает английский. Так мама просит ее поцеловать. Ребенка маленького невозможно перегрузить. Если он не хочет чем-то заниматься, он идет и не будет заниматься. Дети очень любят, на самом деле, очень любят все наши занятия, потому что занятия происходят все в форме игры. Это обязательно условие. Они происходят на высокоэмоциональном уровне, на положительных эмоциях. Обязательно нужно заниматься, когда у ребенка хорошее настроение. Столь нетрадиционная методика развития вызвала немало споров. Безусловно, эта методика полезна и интересна. Между мамой и ребенком устанавливается эмоциональный контакт. Дети развиваются с обережением. Но, как педиатр, я считаю, что в каждой методике должна быть мера. Чтение, математика, иностранный язык, рисование. Такие уроки отнимают все свободное время Оксаны Сараян. Молодая мама признается, что не пытается сделать из своих детей научных гениев. Для меня главное, как для любой матери, чтобы он был счастлив и чтобы он был самодостаточной личностью. Антон Исяков, Наталья Шаланкова, Геннадий Воробьев, телеканал «Все имя».